здрасте здрасте все я в прямом эфире хочу со всеми поздороваться давайте сегодня быстро напишем кто у нас присутствует я со всеми поздороваюсь дубинина лидия здравствуйте город москва давайте быстро напишем кто меня видит кто меня слышит ставим по два плюсика кто не видит ставит один плюсик кто не слышит ставит еще один плюсик кто не видит и не слышит ставите много плюсов здрасте андрей андрей здрасте татьяна казакова здрасте оксана понарина здрасте ок Stories ольга си здрасте наталья малышева здрасте ребята не так о чем бы хотел сегодня поговорить все наверное знаем что сегодня у нас замечательный праздник который называется праздник веры надежды любви А завтра день учителя. И хотелось бы, наверное, к одному и ко второму празднику и сделать подарок сегодня. Я его обязательно сегодня вам сделаю. Какой, определюсь я до самого конца этого вебинара. Но ждите. Те, кто посмотрит вебинар до самого конца, обязательно от меня сегодня получат определенный подарок. Ура, товарищи! Также я собираюсь давать или делать каждый раз во время данного вебинара определенные подарки, которые, я думаю, вам будут очень приятны. Это позволит вам чаще обращать внимание на эзотерику и стараться все-таки посещать вот такие вот вебинары. Нас сегодня очень много, поэтому я на вопросы отвечать особо не буду. Вы, наверное, уже знаете, наша эзотерическая школа, ее знания основаны на философии калачакра-тантры-йоги. То есть той йоги, которая объясняет возникновение времени и того, как время влияет на человека. Для чего я это все вам говорю? И очень часто люди думают, что они будут жить вечно. Очень часто они думают, что они никогда не будут болеть. Очень часто люди думают, что те проблемы или те неприятности, которые существуют у вас, они будут длиться всю сознательную жизнь. И это совершенно не так. Дело в том, что будущего не существует. Серьезно, будущего не существует. Я могу вам это объяснить. Если я сейчас напишу на этой бумаге будущее, если я на этой бумаге напишу сейчас будущее, и после этого эта бумага положится мной на стол, и я приду через час, то эта бумага будет в настоящем. И если я захочу доказать прошлое, то я могу сказать завтра, что эта бумага у меня написана была вчера, и она у меня из прошлого пришла ко мне в настоящем. Правильно? А теперь попробуем доказать будущее. Как бы я не писал будущее на этой бумаге, просыпаясь утром, я буду получать эту бумагу только в настоящем. Согласны? Поэтому человек, находясь в настоящем времени, не может доказать существование будущего времени. Согласно философских традиций и согласно традиций, связанных с физикой, в случае, если человек не может доказать будущее, а мы его доказать не можем. То есть как бы вы ни хотели, вы будущее доказать не можете. И только потому, что человек верит, что будущее будет существовать, и будущее будет, это заложено в его голове, будущее появляется. Так вот, ваше будущее, оно возможно только в случае, если у вас есть вера. Таким образом, в случае человека или человечества, только вера, что завтра будет, позволяет человеку делать так, чтобы завтра было. Вы представляете, это особенность нашей жизни. Оказывается, будущим можно управлять, но это управление будущим возможно только в виде того, что человек начинает одерживать веру в то, что оно возможно. И в случае, если человек имеет такую веру, то он должен ее программировать. И программирование может происходить двумя этапами. Первый этап – словом «скоро». Почему? Если человек каждый день говорит себе, что «скоро у меня будет много денег», то тогда в будущем у него будут деньги. Никогда нельзя совершать ошибки и говорить, что «у меня уже есть деньги». Почему? Наше сознание воспринимает это как элемент утверждения, и после этого в будущем нам ничего не дается. Потому что такой элемент утверждения делает синкопу в нашем сознании, и у нас исчезает желание чего-либо в жизни достигать. Получается, если у нас уже это есть, то тогда это в нашей жизни уже не возникнет. Таким образом, если вы будете использовать слово «скоро у меня будет», тогда это будет вера в то, что у вас это скоро будет. Также я могу вам сказать, что если вы хотите, чтобы у вас это все-таки произошло, то делайте так. Перед словом «скоро» обязательно ставьте слово «ура». Объясню почему. Дело в том, что у нас есть короткие программы и длинные программы. Короткие программы – это слово, допустим, «скоро у меня будет много денег». После этого я ставлю запятую и говорю «да будет так». «Так вот, скоро у меня будет много денег» – это та программа, которая будет работать одни сутки. И до вечера она закроется. А «да будет так» будет работать в моем энергетическом коконе еще полгода. Таким образом, вы представляете, я сижу, а вокруг меня все время работает программа «да будет так», «да будет так». И тут же вопрос, что будет так. А это называется засорение мыслеформами или засорение мыслеобразами своего энергетического кокона. Таким образом, в случае, если я буду произносить «ура», запятая, «скоро у меня будет много денег», то тогда я делаю вольство. Слово «ура» – это слово «эмоция», которое будет у меня на протяжении моего целого дня. А «скоро будет много денег» – это та программа, которая будет работать со мной на протяжении полгода. Ну, как интересно, оказывается. Как закрыть такую программу? В случае, если вы скажете «ура», «скоро у меня будет много денег», запятая, «аминь», то после этого третье слово, после третьей запятой уничтожает первое и вторую фразу, которую я сказал перед этим. Понятно? Если вы хотите научиться управлять своим будущим, то делайте, как я вас обучу. Каждое утро просыпаетесь и говорите «ура, у меня скоро будет много денег». Как? Разве это имеет значение? Почему это не имеет никакого значения? Кому вы произносите эти слова? Вы же эти слова не себе произносите. Вы произносите это в виде надежды, что будет это с вами происходить. А вера позволит той энергии, которая управляет миром или которая называется будущим, это для вас создать. Таким образом, вы включаете два элемента в вашей жизни, которые называются вера и надежда. Что блокирует выполнение первой и второй элементарному психическому исполнению вашей надежды и вашей веры? Я вам могу объяснить, что отсутствие чего? Любви. А, это еще что такое? Что это за ерунда? Нет, друзья мои, любовь не заключается в том, чтобы дарить ее людям. Почему? Вы идите сегодня на улицу и начинайте кричать «дарю свою любовь, дарю свою любовь». Я уверен, что люди начнут вас бояться и никто вашу любовь получить не хочет, не захочет. И в случае, если вы постараетесь кому-либо дарить свою любовь и ярко это выражать, то знайте, если к вам приходят часто гости и вы им будете дарить любовь, то они перестанут к вам ходить в гости и начнут вас ненавидеть. Так уж устроена эта система. Почему? Потому что любовь, она возможна только в случае, если у нее нет концептуальности. А человек любит за что-то, он не любит просто так. Таким образом, если вы дарите любовь или ее посылаете, то вы посылаете ее не в чистом виде, а смешанную с вашим предвзятым отношением к этому миру. То есть она у вас не чистая. Она у вас любовь за что-то. А если это любовь за что-то, то это не похоже на любовь, а это похоже уже на продажную любовь. То есть если вы любите за что-то, то тогда это любовь за что-то. И это не чистая любовь. Таким образом, даже если мы дарим свою любовь, то мы ее дарим за что-то, даже безвозмездно. Наверное, поняли, о чем я сказал. Естественно, я могу вам сказать о доброте. Это особая лекция. Или о любви. Это особая лекция. Итак, особая лекция, связанная с добротой или с любовью, она должна иметь свое объяснение, что же такое настоящая любовь и как мы ее можем ощущать. Я могу вам сказать, что любовь, она есть во всем, была всегда и будет она всегда находиться во всем. Во всех предметах, в людях, которые живут, в их надеждах, в их верах, во всех отношениях к жизни, в плохих каких-то проявлениях жизни и в хороших. К чему я это все говорю? Но эту любовь люди блокируют определенным незнанием. И вот эти блокировки я сегодня о них хочу вам сказать. Итак, если человек любит, то он блокирует проявление любви. И первое, и второе, выполнение своих программ будут тоже блокироваться. Потому что без третьего элемента, элемента любви, первое и второе не будет исполняться. Итак, если вы любите, то никогда никого не обвиняете. Вы представляете, почему обвинение — это элемент обращения к прошлому. Согласны с этим? Почему? Потому что любой поступок, он всегда остается в прошлом. Таким образом, если поступок находится в прошлом, то тогда в случае, если человек обращается к прошлому, то он обращается к мертвой энергии. А если он обращается к мертвой энергии, он обращается к смерти. Таким образом, обвиняя кого в чем-либо, вы приобретаете возможность стареть. Таким образом, хотите жить дольше — никогда никого ни в чем не обвиняйте. Вы представляете, хотите, чтобы у вас «ура, скоро у меня было много денег», сработало? Тогда делайте так, чтобы в вашей жизни не было обвинений. Ну а если, а если не важно, вы представляете, здесь очень важно научиться не обвинять. Таким образом, в случае, если кто-то виноват, вот, допустим, у меня проявилась такая ситуация, наверное, уже знаете, сайт kylas.in.ua был там аферистами или мошенниками, учениками школы в прошлом или в настоящем, я их считаю учениками, каким-то образом отвоеван. У нас есть возможность повлиять на этих людей, их там, там, каким-то образом воспитать, найти. И там, как один из учеников сказал, давайте я найду и вырву ноги, это все сделать. Но я этого делать не могу. Почему? Потому что я люблю мир, а если ты любишь мир, то ты его не обвиняешь. Почему? Это было в прошлом. То есть, если это было в прошлом, то тогда это меня не касается. Раз это испытание, или не испытание, которое дается мне, то я это с благодарностью принимаю, потому что все, что не делается, не делается мной, а делается моими надеждами. И если мои надежды скорректированы правильно, и моя вера крепка, то это создает возможность, в случае, если я это принимаю, это будет происходить. А если я это не принимаю, то тогда я это все ломаю. Таким образом, если я раньше говорил, ура, скоро у меня будет много денег, то если у меня каким-то образом что-то отобрали или что-то произошло, то это правильно. Потому что приняв это, у меня произойдет новая правда. То есть, что-то в моей жизни должно произойти, и что-то изменится. Я в свое время это заметил, когда у меня в свое время развалился определенный мой бизнес. Я был настолько расстроен, я еще не успел заехать в одну квартиру, и был вынужден где-то поночевать. Но представляете, вечером я оказался без жилья, не приехал в квартиру, оказался без денег, и был вынужден при 40-градусной жире спать у себя в офисе на 15-16 этаже. Лежу я на стульях, потому что офис не предназначен для того, чтобы в нем ночевать, и горюю, понимаете, и думаю, боже, как это все плохо. И утром оказалось, что мой бизнес, который у меня был, мой бизнес развалился. И он не развалился по моей вине, просто так получилось, что приняли новый закон, который просто списал мой бизнес, и теперь он стал нелегальным. Естественно, в один момент потерять бизнес и в один момент оказаться вот в такой квартире было воспринято мной как стресс, испытание и что-то плохое. Я вовремя перестал горевать. Почему? Потому что тогда я еще не знал, что нужно всегда верить, и что мои программы, которые звучали как «Ура, скоро у меня будет много денег», они все-таки срабатывают. И в этот момент со временем очень быстро, это было ну вот очень быстро, буквально там 2-3 дня появился новый виток моего бизнеса совершенно в другом направлении, который длительное время меня кормил, и этих денег было больше, чем деньги, которые я получал от прошлого бизнеса. Понимаете? Это наша смоделированная ситуация. Если нам наше сознание диктует надежды, а мы эти надежды исполняем в виде программ, то мы должны научиться принимать то, что дает нам мир, и пытаться это не менять, а принимать. При этом никого ни в чем не обвинять. Вы представляете? Научите жить со своими детьми, чтобы в воспитании не было обвинения. Почему? Можно сказать, мне не нравится, что ты играешь, я переживаю за твое здоровье. Это воспитание. Обвинения. Ты вечно играешь, сидишь за телефоном, компьютером, планшетом, сколько это может продолжаться, ты ни маму, ни папу не любишь и так далее. Это уже обвинения. Вот если вы обвиняете, вы себя разрушаете, и на фоне этих обвинений стареете. Обвинения убивают и вас, и того человека, в сторону кого идут эти обвинения. Поняли? Хотите, чтобы у вас первое и второе исполнялось, сделайте так, чтобы в вашей жизни никогда не существовало обвинений. Не помните обвинений, старайтесь сделать так, чтобы прошлого для вас не существовало. Дело в том, что прошлое затягивает человека, и после этого прошлое оно нам не дает жизни, потому что это бесконечный мешок той энергии, который не позволяет нам двигаться дальше. Чем больше вы тратите на прошлые энергии, тем меньше у вас возможности исполнить ту программу, которая звучит «Ура, скоро я буду очень богатым человеком». Если вы в течение дня очень часто о чем-то мечтаете, если вы в течение дня очень часто о чем-то думаете или вспоминаете, знайте, вот эти первые программы «Ура, скоро у меня это будет» уже не исполняются. Также в случае, если вы ночью закрываете глаза и с закрытыми глазами о чем-то мечтаете, знайте, это с вами уже никогда не произойдет. Я на третьей ступени это рассказываю и говорю почему, да? Поэтому, когда вы ночью ложитесь, не мечтайте, делать этого ни в коем случае нельзя. Но если вы мечтаете о том, что у вас заберут деньги, заберут имущество, то тогда его у вас не заберут, поэтому теперь вы уже знаете, каким образом можно это использовать. Если вы ложитесь на ночь, обычно у человека появляется желание попереживать. Знаете, да? Вы ложитесь, скоро у меня что-то заберут, скоро у меня что-то произойдет. Так вот, если вы об этом думаете, то это, скорее всего, не случится. Почему? Так мы пережигаем данное событие. А если вы мечтаете о чем-то, я скоро буду богатый, буду ездить на кабриолете, поеду в Ялту в шелком костюме, то тогда это 100% с вами не произойдет. Понятно? Второе. Нужно обязательно, в случае, если человек хочет, чтобы первое и второе исполнялось, или вера и надежда работала, то тогда в случае, если он хочет развить свою любовь, то он должен понимать, что то, что если ты любишь, то тогда ты не обвиняешь. Если любишь, то не воспитываешь. Я об этом тоже раньше говорил. В случае, если вы любите, не воспитывайте. Я еще раз расскажу историю. У нас с Машей недавно был такой опыт. Маша начала ковыряться в носу пальцем. Ну, это мой ребенок, ей полтора года. Начала ковыряться пальцем. И в этот момент я сказал тем моим близким, которые находились рядом, я сказал, а вот сейчас просто давайте не будем обращать внимания. И после этого все отвернулись и сделали вид, как будто никто не смотрит. И в дальнейшем просто перестали обращать на это внимание. И она перестала ковыряться в носу. А вот если бы мы говорили, не ковыряйся в носу, не ковыряйся, то она бы определенно начала бы ковыряться в носу. Это так устроен мир. Он устроен по принципу протеста и свободы. Таким образом, в случае, если вы ребенка воспитываете, говорите, не делай этого, то он будет обязательно это делать. У меня было так с сыном. Когда сын был маленький, он увлекся компьютерными играми и проводил в этих компьютерных играх очень долгое количество времени. Воевали с ним все. Я по незнанию воевал. Моя бывшая знакомая воевала с ним. И ее мама воевала с ним и так далее. И ничего не происходило. Он как назло пытался по ночам встать играть. Думал только об этом и ничего не происходило. До какого-то момента. Потом все махнули рукой. Он доиграл до конца недели или до конца месяца. И после этого убрал это все и перестал играть. Почему? Надоело. Почему? Потому что неудовлетворенность заставляет человека хотеть это вновь и вновь. Удовлетворение чем-то заставляет человека убрать это из своей жизни. Понятно? Почему человек пьющий не может бросить пить? Потому что он не может напиться настолько, чтобы получить удовлетворение. Поэтому человек, который не может напиться для того, чтобы получить удовлетворение, он не может прийти к тому, чтобы не пить. Потому что если человек получает удовольствие, но не получает удовлетворение, то он будет вновь хотеть иметь желание получать удовольствие. А если человек получил удовлетворение, то второй раз получать удовольствие он уже не захочет. Почему? Удовлетворен. Это в нашей жизни так, с курением происходит. То есть почему человек курит? Каждый раз, когда он курит, он не может получить удовлетворение. Но получить микроудовольствие может. Таким образом, каждый подход к курению позволяет человеку получить удовольствие, но не получает получить удовлетворение. Я могу вам дать совет. Когда вы курите, после того, когда вы покурили, говорите, я полностью удовлетворена или полностью удовлетворен. И после этого попытайтесь найти три плохих ощущения, которые у вас возникают после того, когда вы покурили. Серьезно. Сделайте так. После того, когда вы покурили, скажите, я полностью удовлетворена. И после этого на протяжении одной, двух или трех секунд или десяти секунд попытайтесь найти три элемента, которые вас полностью разочаровали от того, что вы покурили. То есть пахнет от рук, пахнет изо рта и, в общем-то, не очень приятное состояние. Такое есть? Такое бывает вообще? Нет? Если у вас это есть, то, скорее всего, вы со временем бросите курить. Почему? Наше сознание, оно обучаемо. Поэтому каждый раз, когда человек начинает курить и после того, когда он покурил, говорит, я удовлетворен и находит три элемента, которые ему не нравятся в этом, в этом случае обучается сознание и после этого вы курить не захочете. В какой-то день вы проснетесь и вам будет неприятно курить и не будет совершенно хотеться. Представляете, да? Наша психика устроена банально. Очень рекомендую использовать мои советы, которые я сейчас даю. Очень хорошо все работает. Очень хороший вопрос задала в свое время женщина. Она мне задала вопрос. Андрей Андреевич, у меня забрали деньги мои знакомые и эти деньги не отдают. Как мне их забрать? Но я при этом долгое время ставила программы. И эти программы у меня, получается, программа обогащения, они у меня не сработали. Теперь я могу сказать, почему у нее эти программы не сработали. Потому что, когда она ставила программы, она не знала, что не нужно кого-то обвинять. А ведь, когда она хотела забрать деньги, она в своих каких-то неурядицах обвиняла тех людей, которые забрали у нее деньги. Правильно? Тогда программы на отдачу этих денег с нею не будут работать. Почему? Потому что этот элемент веры, надежды и любви, он очень подходит к объяснению того, почему не выполняется желание или почему ничего в жизни не происходит. Я могу вам сказать, что в случае, если эта женщина не будет хотеть забирать деньги у тех людей, которые у нее заняли эти деньги, то тогда те деньги, которые она заняла, она же их заработала, эти деньги принадлежат ей. Фактически, это ее энергия. Если она не будет ожидать получения денег от тех людей, которые у нее заняли, то тогда ей мир внешний даст эти деньги только другим методом или другими ресурсами. Таким образом, если она отпустит и скажет, мне все равно, отдадите, не отдадите, то она получит в ближайшее время доход или прибыль, непонятно с чего, даже возможно найдет или выиграет эти деньги, которые будут иметь такой же объем, как если бы она забирала. А вот забрать она, скорее всего, не сможет. Почему? Программа мешает. Почему люди не могут очень часто продать недвижимость или дом? Этому объяснение тоже есть. Я очень часто говорю на своем семинаре «Магия денег». Я говорю о том, что в случае, если вы планируете с тех денег, которые вы заработаете от продажи, что-либо сделать, то тогда у вас продажа не осуществится. Почему? Потому что вы не успели деньги заработать, а их уже на что-то потратили. Тогда, если вы на что-то потратили, вы их в настоящем времени уже не заработаете. Наша школа основана на элементе сознания или осознания времени. Мы очень плотно относимся к времени и начинаем понимать, как время работает. Не имеет значения, когда вы эти деньги потратили. Если вы эти деньги потратили мысленно в будущем, то тогда по-настоящему в настоящем они не заработаются. Помните, я говорил на прошлом семинаре, который проводил в пятницу на прошлой неделе. Я говорил о том, что существуют определенные часы счастья. Эти определенные часы счастья являются бензином для нашего бизнеса. Еще раз повторюсь, оказывается, существует определенное время накопления энергии для денег. В случае, если человек хочет, чтобы его бизнес процветал, то он должен знать это. В случае, если у вас есть бизнес, это автомобиль. Этому автомобилю нужно топливо. Этим топливом являются те чувства, хорошие чувства, которые человек накапливает исключительно с 6 часов вечера до 11 часов вечера. И в случае, если вы будете с 6 до 11 нервничать, орать, кого-то строить, пинать, обвинять, испытывать стресс, все время обсуждать, все время получать от жизни страдания, то этот стресс приведет вас к тому, что вы обретете безденежье. А в случае, если вы с 6 до 11 часов вечера будете слушать приятную музыку, отдыхать, лежать, рисовать, что-то приятное читать, возможно, что-то приятное есть, возможно, у вас в этот момент не будет тревожности, скандала, переживаний, и у вас будет вера в то, что будет все хорошо, то в этот момент у вас будет очень хорошая жизнь на второй день. Почему? Вы накопите ту духовную энергию, которая зальется вам потом в ваш бизнес и будет с вами работать. Понятно? Естественно, мне очень легко говорить, я умен, я богат, я красив, здоров, знаете, и мне, наверное, легко говорить об этом. Как же те люди, которые и небогатые, и некрасивые, и, наверное, больны, и как же этим людям справляться с чем-то? Ребята, я могу вам сказать, что вы эту жизнь проживете все равно от самого начала до самого конца, и это ваш выбор, какие чувства испытываете, какие качества у себя нарабатываете. Разве это сложно перестать обвинять? А ведь люди очень часто начинают всех вокруг в чем-то обвинять. Эти виноваты в этом, в ЖЭКе виноваты в ЖЭКах, это виноваты еще в чем-то, это виноваты в этом, президенты виноваты в этом, люди виноваты в этом, в этом экономика виновата, в этом жена виновата, ты мне сказал это, ты виновата, ты мне сказал это, это вина твоя и так далее. То есть каждый ищет постоянно виновного человека. Сначала вы ищите виновных или виноватых, после этого начинаете осуждать тех, кто виновен или виноват, и после этого в вашей жизни не получается то, что вы хотите. Банальные причины нашей жизни. После этого человек говорит, я не могу выйти замуж, я не могу жениться. Каждый день ко мне приходят люди, очень красивые женщины, невероятно развитые мужчины, и у всех одна и та же проблема. Они мне говорят, Андрей, мы не можем найти вторую половину, Андрей, помоги нам найти вторую половину. Как же нам найти того человека, с которым мы будем жить и так далее. В этот момент я всегда хочу сказать одну и ту же фразу. Не нужно искать. Почему? Если вы ищете, то тогда, да, возможно, намерение должно быть. То есть человек должен себе сказать, скоро у меня это будет. Но искать принципиально не стоит. Почему? Будете искать, не найдете. Почему? Вера делает что-то, а не поиск. Когда вы ищете, то это вы делаете. А когда вера делает, то тогда это для вас приносится на тарелочке с голубой каемочкой. Дайте возможности вот той энергии для вас что-то сделать. И здесь очень важно не обвинять, не обучать, не быть судьей. Почему? Знаете, почему мужчины и женщины живут плохо? Очень часто плохо живут. Потому что Бог никого не осуждает и никого не обвиняет. А муж и жена начинают жить так, что они начинают друг друга обвинять. Она ему говорит, вот ты такой, ты не можешь это, ты еще что-то не можешь. Он говорит, нет, это все из-за того, что ты такая или ты такая. То есть они начинают заниматься обвинениями друг друга. А это искореняет и уничтожает любовь. Почему? Потому что одно целое семья, это значит мы, наши, для нас. То есть наши тарелки, наши дети, наши трудности. И в случае, если есть а ты, а ты, то это обязательно мочит или уничтожает вот такую семью или вот такие отношения. В случае, если есть а ты, а ты, то тогда семейных отношений не будет. А в случае, если есть наши, для нас, для наших детей и так далее, то тогда семья будет. Я в свое время не давал такого совета, но хочу сейчас его дать. Очень часто мужчины и женщины забывают о том, что жизнью человека управляют не чувства, а сознание. Сначала сознание, после этого чувства и только после этого гормоны. Люди так живут, что сначала гормоны управляют их жизнью. То есть зашевелилось там что-то, человек теряет свое сознание, теряет свои чувства, и он уже готов бросать детей своих, там свою жену и там куда-то бежать для того, чтобы что-то делать, за что потом будет, из-за чего потом в дальнейшем может страдать. Или у человека, или у женщины, или у мужчины появились чувства, и он уже перестает думать и начинает делать там самые непонятные вещи. То есть там дашь столько-то денег, после этого мы там это сделаем и это, и человек прибегает домой с трясущимися руками, готов забрать последние деньги, чтобы подарить их кому-то, потому что там появились чувства. И я очень часто говорю такие слова, очень часто в мире говорят о том, что нужно слушать сердце. Глупость все это. Нельзя слушать гормоны свои и нельзя слушать свое сердце. Надо слушать свое сознание. И это сознание нужно слушать с позиции двух элементов. Первый элемент – возбуждение, и второй элемент – успокоение. Покаяние – вашего сознания. Не ваших половых гормонов, не ваших чувств, а вашего сознания. Когда вы будете выбирать мужчину или женщину, не обращайте внимания на то, как вам хорошо в постели или плохо. Почему? Потому что это не важно. Не обращайте внимания на то, насколько у вас чувства раскрыты или закрыты. Это тоже, друзья мои, формируется со временем, и это тоже все выстроится и будет в нормальном состоянии в вашей жизни. Обращайте внимание на то, возбуждает вас психический человек или успокаивает. Вот если он психически вас возбуждает, то тогда такой человек вам не нужен. Если вы рядом с этим человеком начинаете переживать, у вас сознание страдает, вы постоянно думаете, у вас постоянно ревности, споры, вы не можете никак сосредоточиться, у вас истощение сознания происходит, то тогда этот человек вам не нужен. Рядом с человеком, найдите того человека, рядом с которым вы будете не возбуждаться, а успокаиваться. Там, где ваше сознание будет ровное, спокойное и будет наслаждаться. Все остальное, дело в том, что наше сознание, оно воспитает все остальное. Такое сознание рядом с таким человеком успокоит и ваше сердце, и ваши гормоны. Понятно. Это очень важно, найти того человека, рядом с которым будешь не возбуждаться, успокаиваться. Но люди очень часто думают, что на первое место нужно ставить гормоны, на первое место нужно ставить чувства, и после этого сознание начинает страдать. Да, хорошо в постели, а сознание без конца страдает. Дело в том, что все это на все можно влиять энергетически, можно повлиять на гормоны, можно повлиять человеку на его чувства. Я это умею делать. Но повлиять на его сознание нельзя. Тогда сознание управляет человеком. Представляете? Таким образом, я могу сказать, что чем крепче у человека сознание, чем оно спокойнее, тем лучше этому человеку живется. Поэтому, когда вы будете искать кого-то или жить с кем-то, смотрите на то, насколько вам спокойно вот здесь. Насколько вы перестаете переживать. Насколько вам становится ровно. Не здесь, не там, нигде, а вот здесь. Все остальное слепится, гормончик к гормончику начнет работать, чувства с чувствами начнут возрастать, и это в дальнейшем перерастет в хорошее, яркое и очень качественное чувство. Хотите вы этого или нет? Вот так. А если человек начинает постоянно обвинять, при этом после этого в постели выясняют отношения, при этом, но я его все равно люблю, при этом сознание начинает кричать, я уже не могу, сколько это может продолжаться, то после этого эта жизнь превращается в настоящее испытание и, наверное, очень тяжелое событие жизни. Согласен с этим? Итак, дальше. Итак, после того, когда человек хочет, чтобы его программы срабатывали, или шумы срабатывали, потому что это тоже важный момент. Смотрите, наши шумы могут не срабатывать только на том основании, что вы обвиняете кого-либо в жизни. Причем шум может называться так, открытие параспособности просматривать будущее во время своего сна. У нас есть такой шум, называется астральная левитация, слышали, да? Это астральная левитация и просматривание будущего во сне. И после этого человек слушает полгода этот шум, и ничего не происходит. И после этого он говорит, почему же у меня ничего не происходит в моей жизни, почему шум не срабатывает? А при этом он каждый день ищет причины кого-либо обвинять. Вот козел поставил вот это вот, здесь поставил машину. Ну что, козел, куда ты поехал? Слышите, это все обвинения. То есть человек левит, он говорит, козел, почему ты решил, что козел? Это уже не имеет значения, ты уже обвинил кого-то в том, что он козел. Понимаете? То есть он начинает обвинять, в случае, если обвинения происходят, то даже такие мини-программы, которые даже вкладываются в вас в виде таких шумов, они не срабатывают. Никто же не знает, что там в этих шумах находится, правильно? Может там вообще произнесены тысячу раз слова, скоро у тебя будет автомобиль, скоро у тебя будет автомобиль. Или скоро ты будешь очень богатый, или скоро ты будешь очень богатый. Возможно, только произнесенные 10 миллионов раз. Но не все так просто на самом деле с этими шумами. Вот что я вам хочу сказать. Старайтесь сделать так, чтобы в тот момент, когда вам захочется кого-то воспитать или кого-то обвинить в чем-то, просто промолчите. Это особенность такая, которая сделает вас совершенно другими. То, что у вас будут потом, за счет этого вы будете накапливать психическую энергию. Итак, утром проснитесь, посвятите свою жизнь чему-либо. Сложите ручки и скажите, я посвящаю свою жизнь, и дальше говорите, своей семье. После этого скажите, через одну-две секунды скажите, ура, скоро я буду очень богатой женщиной. И после этого на протяжении дня контролируйте тотально на протяжении дня, обвиняете вы кого-то в мыслях или вслух или нет. А нельзя обвинять себя. А как мы обвиняем? О, надо было не делать. Ну я и... Или вот коза идет с кем-то там, понимаете, понимаете, да? Вы тратите на это психическую энергию. Человек стареет только в том случае, если он кого-то обвиняет. Человек стареет, если он имеет контакт с прошлым. Воспоминание прошлого-стареем. Обвиняете кого-то, стареете. Ищите первопричины, стареете. Не общайтесь с энергией прошлого. Потому что общаясь с энергией прошлого в своем сознании, вы мгновенно включаете у себя возможность стареть. Поэтому он был плохой, но его же уже нет. Тогда если он был плохой, его нет, тогда зачем об этом думать? Люди очень часто начинают вспоминать плохое. Давайте сделаем аналогию. Если вы вспоминаете плохое, то тогда плохое будет появляться сегодня и обязательно будет появляться завтра. Почему? Раз мы вспоминаем что-то плохое, значит нам это нравится. А раз мы вспоминаем вновь и вновь, значит нам нравится быть мазохистами и вспоминать вновь и вновь. Тогда как можно изменить свою жизнь? Нужно вспоминать только хорошее, для того чтобы хорошее происходило в нашей жизни сейчас и было дальше. Поэтому нужно тотально следить за собой, вспоминать только хорошее, думать только о хорошем, никого не воспитывать и стараться делать так, чтобы появлялась надежда. Он у вас дурак, говорите, скоро будет умный. Ура, скоро поумнеет. Теперь ура, скоро Леша поумнеет. Теперь ура, до вечера произойдет, это ваши эмоции. А скоро Леша поумнеет, будет работать в вашем энергетическом коконе, влияя на Лешу на протяжении целых полгода. Ура! Вы представляете, вот так оно устроено. А у нас наоборот все происходит. Человек говорит, я слушаю шумы, почему у меня ничего не получается. И Шанкару слушаю. А сколько человек ты на протяжении дня обвинила? Сколько себя пропилила и сколько раз вспомнила прошлое? В туалете села там и начала, ой, вот это вот надо было мне вот вчера. А вчера не прошлое? Прошлое. Ой, это же она мне сказала, зачем она мне сказала, что она думала. Вот коза, кого фига. Уже и проклеймили человека и обвинили, что она коза. Понимаете, да? Найдите в себе возможность это не делать, это изменит вашу судьбу. Вы мгновенно начнете молодеть. Я это попробовал на себе, могу показать результаты на фотографиях. Я начал смотреть свои фотографии раньше и сейчас. Сейчас я чувствую себя лучше, выгляжу моложе. Ура! Вы представляете, почему? Видимо, так устроена жизнь. Если я перестаю думать о прошлом, то тогда оно меня не затягивает и я не старею. Естественно, третий элемент, о котором бы я хотел сказать, это элемент обидчивость. Обидчивость – это тоже элемент того, что вы тянете что-то из прошлого. Посмотрите, все негативные ситуации – это все элементы прошлого. Смотрите, если прошлое умерло, то это смерть. Тогда любое воспоминание о смерти, что притягивает? Возможность быстрого умирания. Понятно? Поэтому думайте чаще о прошлом, освобождайте свои однокомнатные квартиры для своих детей. Если вы свекруха или теща. И не думайте, если вы хотите черную магию в этом случае использовать, то нужно сесть рядом с вашей мамой, которую вы не любите, и начинать говорить. Мама, давай что-нибудь вспомним. Она говорит, о да, вспомню, как сейчас. И после этого она будет быстрее умирать. Какой космар, да? Видите, это уже черная магия. Дальше. А как же правда и неправда? Кто-то же прав, а кто-то же виноват. Понимаете? Слово неправда – это тоже то, что тянет человека в прошлое. Потому что любая неправда – это тоже там осталось. Понимаете? Это же тогда произошло. А если оно происходит сейчас? Нет, друзья мои. Оно даже, происходя сейчас, уже было произведено в прошлом. Понятно? Поэтому слово неправда – это слово, которое заставляет человека возвращаться к тому, что было раньше. А слово правда – это то, что заставляет человека просто жить. Но здесь фишка такая. Она заключается в том, что у каждого правда, даже в случае, если для кого-то это неправда. Поэтому всегда знайте, что не обвиняйте человека в том, что вас киданули, обманули или еще что-то с вами сделали. Объяснить, почему этот человек это сделал, возможно, и у него правда будет правдивая своя. Понятно? Поэтому найти возможность кого-то осудить, обвинить, посадить, уничтожить или убить – в этом может быть своя правда. Но, возможно, он это сделал, потому что у него была тоже своя правда. Почему? У каждого своя судьба. Если вы хотите делать так, чтобы отлипнуть от той судьбы тех людей, которые живут вот в таком мире, не живите теми элементами, которые живут люди в обыкновенном социуме. Это вам позволит вырваться из этого социума. Если социум говорит, что нужно постоянно найти правдивых, правильных или неправильных, найти решения или не найти решения, или еще что сделать, то не верьте этому социуму, а становитесь теми людьми, кто верит в то, что для него что-то произойдет. Самое большое счастье для человека – это найти в себе элемент веры. А он возможен, если человек говорит слово «скоро». Каждое утро просыпаетесь и говорите «скоро у меня будет мой персональный мужчина». И дальше говорите «ничего не говорите». А как нужно правильно? Нужно сказать «ура, скоро в моей жизни появится мой персональный мужчина». Ой, не дай бог. И в конце «ура» не нужно повторять. Но я скажу себе «ура». Почему? Не дай бог еще появится. Конечно же, вы накупили этих шумов, накупили этих ступеней, скачали где-то в складчину, там непонятно что, и потом ставите мне или пишите мне письма «ты дуй кашка-какашка». Я после этого начинаю на это все смотреть и думаю, ну что ж так все тяжело. Сегодня даже мужчина набрал и говорит мне «Андрей Андреевич, вы представляете, раньше я проходил ступень в 13-м году, там было много практик, а сейчас вы даете ступени, и там мало практик». А почему же так? Может надо изменить и давать много практик? Надо давать эти практики. Вообще, они никому не нужны. Людям не нужны практики без философии. Нужна философия. Она должна изменить человека. Вот если изменить в человеке его сознание через призму этой философии, тогда все его существо полностью поменяется на 100%. Кому нужны эти пыхи и вздыхи, если гораздо важнее изменить вот здесь? Что от того, что человек не знает, что можно обвинять? Конечно, он утром хача, там читает мантры и после этого там пытается что-то делать, но при этом все время обвиняет себя, все время ныряет в прошлое, все время кого-то находит первопричины для того, чтобы их там как-то переложить и что-то сделать, и у него ничего не получается. И после этого он пишет, Андрей Андреевич, у меня ничего не получается, что же мне еще сделать, что же мне еще сделать? Проходить первую ступень и слышать ту философию, о которой я говорю, и использовать эту философию. Если гипотетически принять это для сведения и начать контролировать, то вы увидите, насколько это изменяет жизнь. Это настолько уникально. Я вам могу сказать, если вы хотите, чтобы у вас прямо сегодня полностью начали работать те шумы, которые вы слушаете, то у меня есть к вам предложение. Не вспоминайте о будущем, вернее, не вспоминайте о прошлом. Не обвиняйте никого в том, что с вами что-то не так. Не обвиняйте себя, не обвиняйте окружающих, не воспитывайте окружающих, не пытайтесь переделать окружающий мир, а просто живите и восхищайтесь. А восхищайтесь, начните делать так. Каждое утро, проснувшись, говорите мысленно слово «Ура». «Ура, я проснулась», «Ура, рядом со мной проснулся мой любимый человек», «Ура, я ем», «Ура, я засыпаю». Вот это слово «Ура» и есть благодарность Всевышнему. А вы «О, спасибо тебе, благодарю тебя». Кого благодарю? Чем благодарю? То есть вы считаете, что существо, которое создает мир и Вселенную, нуждается в вашей благодарности? Ему, бестелесному, вечно живущему существу, которое жило до нас, будет жить после нас, необходимо слово человека, которое говорит «Спасибо тебе, потому что у меня там освободилось на стоянке место». Вы что, думаете, что это существо, энергия, она слышит, но она может воспринимать вашу энергию, когда вы создаете импульс. Вот это слово «Ура» создает ваш импульс электрический, и тогда это как благодарность. Это и есть наполнение Вселенной чувствами. А теперь посмотрите, как живет обыкновенный народ, в чем живут вообще наши люди. Найти кого-то, кого бы можно было обвинить, кого-нибудь заклеймить, выяснить из-за чего и почему это произошло. После этого не иметь целей, а иметь микроцели. И после этого люди, они все время поклоняются прошлому и поклоняются все время смерти. Куда будет двигаться этот мир? Если все время люди, даже не умея слышать, постоянно вспоминают то, что говорится. Когда человек не восхищается, человека нет восхищения, он ничем не удивлен, он ничем не восхищен. У него все в жизни уже было, и ему легче вспомнить, чем еще раз это создать. Таким образом, человек становится жмотом на свои чувства. Он не хочет создавать восхищение, ему лень это делать, ему не хочется. Ему легче вспомнить, как раньше было хорошо, чем сейчас, довольствоваться тем, как хорошо сейчас. Ой, что я не видела еще такого моря. Знаете, как наши приехали отдыхать в Египет? Она одела каблуки, идет по песку и падает несколько раз. После этого встала возле какой-то пальмы и смотрит, а на нее никто не смотрит. Ей говорят, ой, а подружка говорит, ой, смотри, какое море синее. Она говорит, что море не видела? А смотри, какой закат, что заката не видела? Смотри, какие шезлонги, я что, шезлонгов не видела? А смотри, какие арабчики, я что, арабов не видела? Все пусть смотрят на меня, после этого до вечера напивается и говорит, что попало, что я сюда приехала, не понимаю. Почему? Потому что никто не восхищался ее каблуками, никто не восхищался ее красотой волос и глаз, я не знаю там чем еще. И после этого человек, не восхищаясь ничем сам, ждет, что кто-то будет восхищаться им. Тогда как это возможно? Тогда это невозможно, тогда вот она и ходит, серьезная, надутая, в жизни ничего не видящая. Тогда зачем такому человеку что-то давать, если он ничем не восхищается? Ребята, вы представляете, очень часто алкоголикам везет больше, чем не алкоголикам. Почему? Потому что человек выпивает 100 грамм, вытаращивает глаза и после этого верит в то, что у него все прекрасно. И после этого 100 грамм выпил и бизнес получился, с Бадуном он отлежался, потом пришел и снова выпил, знаете, и потом смотришь, у него вроде как-то кувырком, кувырком, хамылем, но что-то получается. И после этого смотришь на работягу, он утром встал в 5 часов, целый день оттарахтел, домой пришел, спать лег, утром отжался, там зубы почистил, он болит сильнее, при этом у него ничего не получается, и жена еще плохая. И потом он говорит, надо же, этот не работает, то 3 дня он в коматозе, 5 дней работает, у него все получается и так далее. Ну почему же так? А потом тот, который выпивает, бросил выпивать и говорит, как кинул пить, то вообще ничего не получается. Я обычно говорю, нужно начинать. А почему так произошло у него? Потому что, когда он выпивал, у него появлялись чувства, он вытаращивал глаза и говорил, а, нормально, та все равно, та скоро нормально будет. И после этого у него это происходило. Почему? Потому что для этой энергии не важно, ты был пьян или ты был трезв, понимаете? Не важно. Главное, что ты создавал вот эти эмоции через свое сознание. Вы представляете? Естественно, как люди делают, естественно, люди все время начинают ковыряться. Целый день, ой, вот так было хорошо тогда, так было хорошо, а сейчас тебе все мешает, испытывать хорошо. Встань, выйди на улицу, подыши воздухом. Если ты с семьей, там погладь кого-то, посади на колени. Если ты с детьми, там, как я, одну на одно колено, другую на другую колено, и после этого основное действующее существо. Вот так обнимаю, правильно? То есть это наслаждение той жизнью, которую строил персонально для себя. Вы представляете? Вот это состояние, это бесконечная радость. Даже несмотря на то, что бывают какие-то всплески, там, давление поднимается, плохо себя чувствуешь, там, усталость. Это же все бывает у людей. Вера никуда не девается. Почему? Усталость, скоро отдохну. Голова болит, скоро не будет болеть. Там, болячка какая-то, скоро не будет болячки. Понимаете? Почему? Вера позволяет человеку строить завтрашний день. А тот, кто верит, и тот, кто живет в этой вере, делает так, что это с ним происходит. Почему? Вы должны запомнить, вы это делаете в своей жизни. Это не делает кто-то, это делаете вы. И вы расходуете эту веру на какие-то бессмысленные обвинения, на бесконечные воспоминания, на бесконечные ковыряния. Нет ничего хуже, чем без конца делать расстановки, что-то вспоминать, что-то искать, ковыряться вот в этом. Вы поклоняетесь смерти. Люди живут сейчас так, что в мире не будет добра никогда. Почему? Потому что молятся умершим. Почему молятся умершим? Ну хорошо, Иисус Христос воскрес, остальные. Если остальные не воскресли, тогда они умерли. Тогда если им молиться, то тогда ты молишься умершим. Понимаете? Вспоминают прошлое, вечно тянут какие-то истории, ищут правых и виноватых, ищут, где правильная правда, где неправильная. А это все поклонение смерти. Получается, люди забрали у себя то, что может им в жизни изменить их жизнь, веру и свою собственную надежду. Надежду, что скоро будет хорошо, и вера в то, что будет все равно хорошо. Надеяться на то, что скоро будет хорошо, и верить в то, что не нужно так сильно беспокоиться. Почему? Давайте еще раз скажу. Если у вас есть программа, которую вы поставили на протяжении дня, то тогда любое событие, которое у вас происходит, это правильное выполнение данной программы. Даже в случае, если это событие плохое. У нас была ситуация такая. Когда-то два моих знакомых, один актер, он уже умер, а второй режиссер, должны были полететь на самолете. Они должны были вылететь на самолете, но целое утро и целую ночь выпивали. Сильно. И после этого утром нужно было улететь, но проснувшись, они поняли, что им не нужно куда-то лететь, потому что чувствовали себя плохо. И один говорит, нам обязательно нужно уехать, иначе у нас там будут штрафы. А второй говорит, его Саша звали, он говорит, нет, давай мы с тобой никуда не полетим. И после этого они остались уже до вечера, отдыхали, выпивали и никуда не полетели. Вечером включили телевизор, и там показали видео, где упал самолет, на котором они должны были лететь. Представляете? Я вам могу сказать, что это событие, которое целиком связано с тем, что человека что-то охраняет. Вам плохо, возможно, это ваша программа удерживает вас дома. У вас что-то не так, у вас что-то забирают. Примите это, пускай это будет частью вашей жизни. Почему? Когда человек не принимает, это вновь и вновь с ним происходит. Один раз примите, и тогда перестанут на вас обращать внимание, чтобы вам вновь давать одно и то же, одно и то же. Понимаете? Почему? Не надо делать никаких выводов. Не надо. Это нужно принять. Ну, было это со мной и прошло. О-о-о-о-о. Помните, Алла Пугачева, у Софии Ротары песня? Было-было-было, но прошло. О-о-о-о-о. Пусть это теперь будет хитом нашей школы. Очередная мантра школы. Было-было-было и прошло. О-о-о-о. Всем добрый вечер, зовут человека. Пишет, как можно приобрести у вас зубную пасту? Зубную пасту можно приобрести по имейлу, который сейчас напишет Александр. Напиши. Не страшно потерять умение удивлять. Страшнее потерять умение удивляться. Я с этим абсолютно согласен. На целых сто процентов. Самое страшное, что может произойти с человеком, это возможность перестать восхищаться и удивляться. Путь к Богу — это путь бесконечного восхищения и удивления. Восхищайтесь, удивляйтесь, и тогда в вашей жизни будет что-то происходить. Не забывайте о том, что существует принцип с 6 до 11. Не забывайте о том, что человеку нельзя никого ни в чем обвинять. Считайте, что все, что дается человеку, это элемент создания вашей программы. Верьте и радуйтесь тому, что в вашей жизни будет что-то происходить. Таким образом, вы включаете тот элемент, который называется вера, надежда и любовь. Отличается это от христианских законов веры, надежды и любви? Видите? Тотально. Это отличается тотально и нереально. Естественно, если вы будете жить именно так, почему я говорю, если ты болеешь психическими заболеваниями, в церковь не ходи. Почему в церковь не ходи? Потому что в церковь ходишь, там смотришь на иконы людей, которые жили и умерли. Таким образом, включаешь у себя возможность той энергии, которая будет тебя постоянно затягивать в прошлое. Почему человека крестят и ставят на нем крестики и так далее? Это же сети. Если кресты между собой соединить, то получится невод. И вы в этом неводе, как рыбки, находитесь. Таким образом, вас поймали сети давно умерших людей. Таким образом, находясь в этих сетях вот такой энергии, вы без конца находитесь, и вас оно сдувает из настоящего в прошлое. Таким образом, человек, которого не покрестили, не будет так часто нырять в прошлое, как человек, которого покрестили. Я ни при чем, я не против вообще ни одной религии, мне все нравятся. Хотя могу вам сказать, что любая религия – это противодействие двух лагерей. Одна религия говорит, все остальные нам враги, тогда эта религия сама себе противоречит. Согласны? Недавно очень знаменитый патриарх сказал такие слова. Мы ведем вечный бой на пути к своей религии. Я вам скажу так, религия вести бой не может. Таким образом, я могу сказать, что на пути к познанию Бога любая религия не может вести никакой бой. Почему? Смотрите, в моей семье живет жена и ее мама. И мама подходит и говорит, твоя жена ведет себя некорректно, воспитай ее. Подходит моя жена и говорит, твоя мама ведет себя некорректно, воспитай ее. Скажите, чью из позиций я должен занять? Тогда, получается, занимая позицию мамы, я буду против своей жены. А занимая позицию жены, я буду против своей мамы. Тогда мое безразличие может помочь мне быть и за одних, и за других. Таким образом, я и за одну, и за другую в виде безразличия. Я говорю, да, я с этим согласен, но мне все равно. Да, я с этим согласен, но я не буду ничего делать. Почему? Потому что в случае, если я займу одну из этих позиций, я буду врагом того человека, чью позицию я не занимаю. Таким образом, и в религии. В случае, если я занимаю позицию одной религии, то я становлюсь против других религий. Тем самым, религии делят людей между собой. Таким образом, мне все равно. Это единственный повод быть вне религии и делать так, чтобы не было чьей-то правды. Она все равно одна правда. Все двигаются на пути к Богу. Таким образом, не имеет значения, как они двигаются. Они все равно придут. Поэтому не нужно этих людей, которые двигаются на пути к Богу, неводом цеплять и делать так, чтобы они потом были от этого зависимы. И я очень часто говорю о том, что я не поклоняюсь Будде, я не буддист. Не поклоняюсь Христу, я не христианин. Не поклоняюсь Талмуду, я не еврей. Я вам могу сказать, почему я это не делаю. Я это не делаю, потому что там везде находятся люди, которым нужно поклоняться, которые жили и умерли. А если люди жили и умерли, то они находятся в смерти. А поклоняться этим людям, это значит поклоняться смерти. А я поклоняться смерти не хочу, я поклоняться жизни хочу. Я хочу жить и верить в то, что жизнь будет прекрасна. И верить в то, что рай можно построить на земле. Зачем мне рай, который гипотетически может наступить, если можно сделать рай сейчас и жить в раю прямо сегодня? А что разрушает наш рай? Обвинения наши сами к себе и к тем людям, с которыми вы живете. Воспитание, которое является тоже элементом обвинения. Обидчивость, которая является элементом воспитания и тоже элементом обвинения. Потому что обижайся, обвиняешь значит кого-то. Правильно, да? Хотите быстро заболеть, хотите быстро умереть, начинайте обвинять людей. Будда Гаутама сказал еще и о добродетели и о доброте. Есть такая особенность, называется быть добрым. А быть добрым, это еще и не помнить плохое. Понимаете? Нужно себя корректировать и включать у себя такие знания, которые позволяют вам быть более добрым человеком. А быть более добрым, это не значит себя положить, чтобы по тебе ходили люди сверху и об тебя вытирали ноги. Быть добрым, это значит не нахамить своему ребенку. Это сдержаться в случае, если хочешь сказать что-то плохое своей жене. Это не сказать, как тебе плохо, если рядом с тобой находятся твои близкие. Потому что это их расстроит, а ты не хотел бы, чтобы их это расстроило. Представляете? А у нас как это? Ой, Кальнулов, Сеич, ты еще не знаешь. Давайте вы мои рабы, давайте крепите ко мне горчичники, делайте мне массажи, делайте что-то со мной. А нужно промолчать было. Почему? Потому что это делает им больно. А быть добрым, это значит не сделать их рабом даже своих заболеваний. Понимаете? Насколько эта жизнь вот большого социума, который бы жили так, могла бы измениться. Мы не можем убрать свои амбиции, живем с этими амбициями, клеймим, находим возможности постоянно делать из кого-то врагов. И после этого обвинять. То есть у меня есть какие-то проблемы, в этом виноваты они. У меня что-то не получается, это виноваты они. Вот смотрите, у меня гипотетически возможно упали продажи. Конечно они не упали, но гипотетически возможно если бы упали продажи, я бы мог сейчас сказать. В том, что они упали, виноват этот Слава несчастный, который забрал у меня сайт. Эти там шумы не покупает, забрал Слава, сволочь, я его обвиняю. Теперь у меня сердце болит, это Слава, он тоже в этом виноват, скотина, какашка, чума и так далее. Но мне все равно почему, я люблю людей, я их не обвиняю. Почему? Если мне все равно, значит это на меня не действует. Почему? Я свое заработаю. А он будет пиарить. Каждому свое. Вы понимаете, не стоит никогда в жизни искать возможности мести. Никогда не надо мстить никому. Это такая глупость вообще. Почему? Дело в том, что месть это тоже обвинение. Дело в том, что если вы мстите, то вы тогда рассредотачиваетесь на основных задачах. Вот сегодня приехал ко мне мужчина и он сказал мне такие слова. Он говорит, у меня есть бизнес, есть такие мои партнеры, которые меня в этом бизнесе плавно отжимают. И у меня есть выбор, либо машину взорвать, либо голову проломить. Но мне за это нужно заплатить 2-3 тысячи долларов. Я ему говорю, ты не тем занимаешься, не в том направлении думаешь. Ты вместо того, чтобы мстить этим людям, ты сделай так, чтобы вложить в себя деньги и сделать новый товар. Скажите, что разумнее сделать новый товар и быть вне конкуренции, чем сделать месть и быть в конкуренции так, чтобы эти люди там страдали или болели. Что лучше? Лучше быть брендом и лучше создавать, наверное, вне конкуренции новый товар. Понимаете? Почему я ничего не боюсь? Потому что у меня можно взять и повторить, а я все равно создам новое, и это будет ярче, чем все старое. Согласны? Таким образом, я не забочусь о том, кто у меня ворует. Я забочусь о том, сколько мне нужно нового делать. Понимаете? И если я забочусь о том, сколько мне нужного делать, я понимаю, что мне нужно вложить в свой бизнес, чтобы сделать его лучше, сделать его удобнее, сделать его прогрессивнее и так далее. Если бы я эти деньги потратил на то, чтобы кому-то мстить, то тогда я бы их не потратил на то, чтобы продвигать свое. Тогда скажите, что умнее? Наверное, умнее продвигать свое. И так легче, и так приятнее. После этого, когда в свое время я это увидел, знаете, что зацепило? Такое тоже бывает. Зацепило то, что этот человек, который отжал это все в свое время, занимал деньги, прошел в школу Кайлас бесплатно и так далее. Я могу вам сказать, что с этого момента для меня это тоже элемент школы. Почему? Потому что теперь я бесплатно не хочу давать людям ступени, потому что теперь я бесплатно вообще ничего не хочу никому давать. Почему? Ну, когда человек все время обучается тому, что можно брать бесплатно, он в итоге потом покушается и на жизнь. Понимаете? А мне это не нужно. Я не хочу, чтобы было все время бесплатно. О, додумался. Здравствуйте, Андрей. А как же работа с энергией рода, о которой сейчас многие говорят? А, давайте я вам скажу. Итак, что такое энергия рода? Энергия рода – это та энергия, с которой связаны вы и ваши предки, которые были раньше. Предки умерли? Умерли. Тогда если предки умерли, то они уже принадлежат смерти. Поэтому, если вы хотите каким-то образом что-то делать, то вы сможете молиться родственникам, которые держат в руках смерть. Таким образом, поклоняясь родственникам и молясь родственникам, вы фактически поклоняетесь и молитесь смерти. Почему в Камбоджии разрушилась целая страна? Потому что эти люди ставили на первом этаже всех своих родственников в виде пепла. И каждое утро, спускаясь со второго этажа, молились. Что произошло с Камбоджией? Помните красных кмеров? Они на протяжении четырех или пяти лет убили практически всех камбоджийцев. Помните, да? Было такое? Я не обманываю. А это в религии камбоджийцев было. Дальше, помните, знаменитая египетская, целая просто культура египтян, которые занимались, которые фактически завоевали половину арабского мира и половину Африки. И это одна из самых ключевых, наверное, заметных таких цивилизаций, которая существовала в мире. Одна из самых древнейших, наверное, монументальных и, наверное, невероятных. И эта цивилизация исчезла. Почему? Потому что они делали из людей умерших для себя мумии и делали из них божеств. И после этого поклонялись смерти в виде молитв, которые принадлежали фараонам. Понимаете? Нельзя поклоняться тем, кто умер. Поклоняйтесь тем, кто жив. Так не важно помочь вашему племяннику, племяннице, брату, сестре. Но так важно потом в этот род пихать какую-то энергию. Скажите, кому лучше стало от того, что вы роду посылаете энергию? Давайте напишем сейчас. Вот кто занимается практиками послать роду энергию или взять энергию роду? Вот скажите, кто пользуется и кому хорошо от этого? Скажите, кому было хорошо от Ростановых? Скажите, кто выздоровел за счет Реек? Скажите, ведь кому стало за счет вот этого всего лучше? Только без обмана. Вот по-честному скажите. А теперь второй вопрос. Кому стало хуже? А я всегда говорю такие слова. Вы понимаете? Ведь лучше стало. А если стало хуже, почему никто не несет ответственности? У нас, знаете, такой мир и русские люди, они так устроены, что они слушают все, пробуют на себе и после этого не заставляют никого нести ответственность за это. То есть, получается, никто не несет никакой ответственности. Ляпают, что попало, пишут, что попало, и после этого никто не несет никакой ответственности. Потому что я считаю, что ответственность даже за то, что ты делаешь, даже за счет того, что ты даешь медитации или с кем-то работаешь, ты за это несешь ответственность. Вот я сейчас говорю вам, не обижайтесь. Не будьте теми, кто постоянно пытается кого-то казнить в вашу жизнь, и я несу за это ответственность, потому что я вам это говорю. Почему? Потому что я не исчезаю, со мной по скайпу можно общаться, на вебинаре я вижу вас, во время вебинаров люди присутствуют в зале, я ни от кого не скрываюсь, ни от кого не убегаю. И школа существует уже 5 лет, и 5 лет я веду вот эти вебинары. И уже 300 тысяч человек. После рейки было хуже ребенку, попали в больницу. Кто ответит? Вот пишет сейчас Мария Шабалтасова. Можно слушать шум пьяным? Можно. Мой муж сделал фактивный развод с нас лет назад, чтобы не делить имущество, забрал машину, квартиру, при этом угрожал Макаровым, и сейчас я подаю на развод и делю имущество, квартира куплена на семейные деньги, машина была куплена до брака, что делать? Ученица первой ступени. А разве я не ответил сейчас, что нужно делать? Каждое утро нужно ставить программу, которая звучит так. Ура, я выиграла этот суд с мужем, бракоразводный процесс. И после этого не обвинять, не жаловаться никому, да? Ну, я должен еще раз это повторить. Пройдя первую ступень, изучив, применяя философию, изменения происходят, эзотерика работает. Наверное, полностью измениться, не думать плохо, убрать все негативные мысли, радоваться и никогда не грустить. Нужно постоянно работать над собой, дальше изучать ступени. Тогда произойдет чудо, будет процветать бизнес, исполняться желание. Да! У ребенка был подвывих первого шейного позвонка, остеопат поставил позвонок на место, после этого долгое время были головные боли. В настоящее время болит шея при наклонах, что посоветуете? Ну, у нас же сейчас эзотерические выбина. У меня сестра постоянно ходит в церковь, если посоветовали ставить за здравие сорока уст, она сильно болеет. Будет болеть еще сильнее, если сорока уст и ставить. Почему люди постятся перед походом в церковь, чтобы прийти в церковь и сдать свою энергию очищенной? Чтобы ее могли собрать уже в чистом виде. Понятно? А вы еще и должны искупаться, поголодать, пойти и сдать, получается. Еще и деньги заплатить за то, что вашу энергию у вас заберут. Уважуха. Если поход на кладбище к родственникам – это поклонение смерти, тогда лучше сжигать в крематории и развеять по ветру. Ну, зачем мне это спрашивать? Зачем? У каждого своя судьба, наверное, есть смысл спросить у того человека, который умирает, как он хочет. Я, допустим, хотел бы, чтобы в моей жизни после моей смерти сделали из меня пепел и высыпали в большой океан. Почему? Зачем кладбище, а в океане остатки тела, возможно, покормят еще рыб? Понимаете? И жизнь продлится в живых каких-то растениях или еще в чем-то. А так, ради чего это все? Могилы, которые посреди города, которые забирают возможность построить дома, где бы могли жить люди. Зачем это все? К чему это все вообще? Что это за культ такой? У меня умерла мама, и все три дня приходили и сидели у дверей маленькой кошечки. На другой день после похорон утром нас тоже в церкви провожала рыжая кошечка. Что это может быть? Ничего. Астральная энергия открылась, и после этого, если астральная энергия выходит в большом количестве, то в этой маме умерла и очень плохое получила перерождение. Наболела и упала прямо в астральный мир. Нехорошо это. Что это за флаг сзади меня? Это сегодня подарили вот такой вот символ. Там в середине символ школы Кайлас, семиконечная звезда. Почему семиконечная звезда? Все происходит из цифры семь. Семь нот, семь цветов. Что-нибудь еще семь есть, наверное. Семь дней недели. Отлично, видите. Поэтому семь цветов радуги, семиконечная звезда, в середине точка концентрации. Здравствуйте. Можно в одно время слушать звуки и практиковать коды? Можно. Если правильно принимать философию эзотерики, то все великолепно работает. Согласен. Можно в одно время? Ответил. Есть традиция один раз в год ходить на кладбище к родным. Можно не ходить или как? Я вам скажу так. Ходят для того, чтобы там бухать. Вот если бы там не бухали, то тогда туда бы никто не ходил. Не обижайте, что я это говорю. Но я вам могу сказать, если устранить возможность выпивать на кладбище в эти поминки, то туда никто не будет ходить. А туда приходят для того, чтобы устроить праздник. А что, я разве не правду говорю? То есть туда приходят и там настоящее гуляние, знаете. То есть это настоящее поклонение, не знаю, аду, тьме, я не знаю кому еще. То есть люди туда приходят и на кладбище, где люди усопшие лежат и перевариваются червячками в земле, начинают праздновать за упокой. То есть начинают есть конфеты, есть пирожные, угощать друзей, знаете. В обыкновенной жизни никто никого не угощает. Есть праздник у мусульман, называется Байрам. Убивают барана, мясо раздают людям несчастным, знаете. А у нас есть праздник, который называется «Проводки». Берут водку, берут шашлыки и идут, и всех угощают. Дать бедным и накормить кого-то, либо на кладбище распить и разъесть. Что-то сменилось мировоззрение людей. Как вообще можно на кладбище, на гробу, стоя сверху, что-либо есть? Это вообще здоровая ситуация вообще. Подумайте сами. Это же амангаранга. Есть такой стиль йоги, когда люди что-то делают на местах захоронения людей. Даже в буддизме считается, что место, где похоронен человек, не может считаться счастливым местом. Продвижающее теперь смерти, понимаете, да? И в этом месте после этого человек приходит и есть на месте, которое принадлежит мертвецу. Как-то нехорошо это. Вы уже положите там что-то, поставьте сверху, там любите, подстрижите там землю, закопайте что-то, положите там хлеб, водку, две конфеты и идите домой. Но не устраивайте из этого посиделки, праздник, великие поминки, шашлыки и так далее. Живо в доме, седьмой подъезд на седьмом этаже. Молодец. Очень интересный вебинар послушал. Спасибо за коды. Пожалуйста. Я хочу, чтобы вы сейчас быстренько сказали мне, кто проходил семинар 300 кодов. Опробуйте его использовать. И что? Что-то получается, деньги появляются. А что пробовали? С деньгами пробовали? Включайте соответствующий код к соответствующему шуму и начинайте вместе с шумом произносить код. Эффект поразительный. Эффект от шума увеличивается во много сот раз. О, видите? Вообще те шумы, которые даны еще и от заболевания, они очень уникальны. Могу вам сказать, по собственному опыту, действительно работают. Естественно, сейчас, когда я начал это просматривать в кодах и в шумах, могу сказать, что нужно добавить и коды, и шумы. Сейчас, скорее всего, мы сделаем такую услугу. Если от мужчины и женщины ушел любимый человек, то я могу сделать индивидуальный шум, который заставит этого человека вернуться в семью. Этот шум может стоить от 100 до 200 долларов, в зависимости от того, сколько времени будет на это затрачено. Такие шумы можно заказывать индивидуальный или персональный шум, в который будет внесена информация вашей фамилии, имени, отчества или вашей семьи. Можно сделать шум пхалам, который будет соответствовать вашей семье или кому-то от чего-то. Эти шумы можно заказывать. Такой шум будет делаться неделю-две и будет стоить где-то 200 долларов. Для того, чтобы такой шум для себя заказать, нельзя заказать шум от всего или для всего. Нужно сделать так, допустим, там все в семье выпивающие люди. Вот можно сделать так, чтобы все в семье выпивающие люди внести вот в этот шум фамилию, имя, отчество всех выпивающих, и все они побросают. Или там муж ушел от жены, жена ушла от мужа, человек страдает, нужно что-то делать. Можно такой шум включать, чтобы вернулся. Или там уходит к любовнице, можно такой шум сделать, чтобы не уходил к любовнице, чтобы любил только вас. Это уже принципиально чистая магия. Андрей Дречко, каким образом разрезать ленту в ногах на быстрое замужество? Угу, началось. Сделал двоим, теперь я буду делать всем постоянно, я понял. Троим уже сделал. Теперь я могу рассказать о результатах изменений моей жизни. Прошел год начитывания мантры Манибхабы, прослушивание шумов в основном для денег. Мой муж таки получил квартиру. О, поздравляю, молодец. А можешь самостоятельно изготовить четки? Да, я об этом говорю на третьей ступени. Мантры увеличивают психическую энергию, да. Подарок получил первую ступень, теперь можно получить посвящение. Сегодня посвящение давать не буду. Андрей Андреевич, каким образом разрезать ленту в ногах на быстрое замужество? Ого-го-го. Есть женщина такая, она мне написала сообщение. Она написала, год назад я покупала у вас во время вебинара семинар «Быстрое замужество». После этого отдала своей дочери, которая хотела, чтобы на ней вышел замуж за нее там какой-то мужчина. Этот мужчина не только не вышел замуж за нее, не женился на ней, а еще и умер. Потому что был взрослый очень, ну старый. И мы думали-думали и решили, что вы должны сдержать свое слово и вернуть нам деньги. После этого я эти деньги вернул сегодня утром, вчера вечером, да, вернул. Хотя не знаю, через кого они покупали, скачивали в интернете и так далее, и так далее. Я могу ей объяснить, почему у нее дочь не вышла замуж. Это связано как раз вот с тем, о чем я говорил. Когда человек начинает мечтать и фантазировать, то человек закрывает свои программы. Поэтому в случае, если человек фантазирует по вечерам, а женщина обычно пофантазирует по вечерам, они тем самым уничтожают свою судьбу. Легли вечером спать. Какие фантазии? Спать надо. The sleep. А днем нужно, если не можете, встаете и пьете молоко с медом. Есть хорошее снотворное, ливана называется. Можно одну таблетку и спать. Вообще могу вам порекомендовать вечером ни о чем не думать. Почему? Если вы думаете о том, что вы будете скоро нужной, что он будет за вами ухаживать, это уже не произойдет. Почему? Вы сами это уничтожаете, сами себе. Вы это сжигаете, астральное пламя, оно сжигает все, и это не произойдет никогда. Естественно, когда начала женщина говорить об этом, я понял, что шансов никаких. Почему? Потому что она уже обвиняет меня. Слышите, да? То есть, если человек говорит, вы обещали, но вы не... Все, у нее шансов никаких нет. Почему? Обвинение. Там, где есть обвинение, то ничего не происходит. Нельзя в жизни обвинять. Нельзя в жизни обвинять. Нельзя в жизни обвинять. Никого не обвиняйте. Толкнуло вас, отвернулись и пошли дальше. Не обвиняйте. Какого хрена ты толкнула? Корова. Вот так нельзя. Не обвиняйте. И что ты смотришь, вылупила свои зеньки, твою богодушу? Обвинение. Вот это обвинение, оно закроет у вас возможность исполнить ваши заветные мечты. Обижаетесь, обвиняйте, не принимайте, не можете быть интеллигентными людьми. Вообще не занимайтесь эзотерикой. Она вам ничего не даст, она вас утопит. Вы будете ниже плинтуса, и эта эзотерика вас будет гасить, уничтожать, убивать, мучить, разрывать. Как знаете, эти ученики школы УВЭЙ в свое время, которые проходили там курсы. После этого попроходили курсы и начали становиться дурными. Почему? Потому что практики и методы, и техники сильные, а философии никакой. Или как йоги эти. Смотришь, человек был нормальным, начал йогой заниматься, двинулся. Был человек, как человек, стал злым, ходит, всем что-то рассказывает. Или был человек, как человек, начал в церковь ходить, после этого вы не люди. А это что такое? Это обвинение, правильно? А тогда будет что-то в жизни происходить? Не будет. Обвинение это тоже. Обвинение это значит обращение к прошлому. Обращение к прошлому это тоже поклонение смерти. Хотите жить вечно? Используйте принцип. Будьте добрыми, не воспитывайте, не будьте кому-то, не будьте судьей для кого-то. Проявляйте доброту в своей жизни к себе и окружающим. Не жалуйтесь ни на что, и ваша жизнь будет другой. Вот как теперь это сделать, неизвестно. И не помните плохого. И не обижайтесь. В моей жизни была такая ситуация, очень плохая ситуация. Человек участвовал в том, что называется заказное убийство. При этом в этом заказном убийстве присутствовал я, еще один мужчина Михаил, которых и должны были, собственно, тердыкнуть. И после этого прошло время, этот человек, я не знал об этом, после этого этот человек начал работать на меня. И работая на меня на протяжении двух лет, умудрился у меня украсть очень большую сумму денег и закрыть мои магазины. И исчезнуть. После этого прошло какое-то время, он кинул моих знакомых, после этого приехал, нанял бандитов, еще и на меня наехал. Понимаете? Все это время я никак к нему не относился. Почему? Потому что я знаю принцип, который звучит так. Я не обвиняю. И он говорит, неужели тебе ничего не хочется сделать? Я ему говорю, ничего, Сережа. Почему? Ты не хочешь отомстить? Я с турками тогда общался. Они говорят, давай мы его сейчас заражем и уедем в Турцию за тысячу долларов. Я говорю, мне это не нужно. Почему? У него своя правда, у меня своя. Я живу по своей правде. И вы знаете, за много лет я могу вам сказать, моя правда правдивее, чем та правда, в которой живет этот человек. Сейчас итог. У меня есть любимая жена, дети народились. У меня есть доход, он стабильный. Есть успешный бизнес. Я чувствую себя хорошо. А начинали хорошо, понимаете? Ничего. Вы понимаете? Я буквально вчера, позавчера разговаривал с его двоюродным братом. И он мне говорит, ну вот жизнь-то у него нехороша. Я говорю, почему? Потому что живет на съемной квартире. Потому что денег нет. Потому что ничего, жены нет. Там вечно учится в синагоге чему-то. И как-то жизнь никак не налаживается. Но ему уже 43 или 44 года. А когда она наложится? Явятся уже первые элементы гипертонии и геморроя, знаете. А потом уже с этим жить сложнее. Ведь мы думаем до 40, что мы будем вечными. А потом 40 начинает колоть и спереди, и сзади. И мы начинаем понимать, что мы стареем. Есть такое, да? До 40 мы вечно или до 50. Думали, что вечно будет вот так вот хорошо, как молодость. А потом как кольнуло в какой-то момент. Понимаем, что надо что-то с этим делать. Тут еще пожить не успел, а уже лечиться пора, знаете. И вот на это все начинаешь обращать внимание и думаешь, надо же. Я сегодня себя просто словил на такой мысли. Я вечно себе в чем-то отказывал, знаете, когда-то. Вечно себе в чем-то отказывал. В очередной раз, когда утром захотел отказать, то начал думать вот так. Надо же, а если я завтра не смогу жить? А если завтра не будет? Вот представляете, завтра не будет. А сегодня и возможности есть, и желания есть, все есть. Вообще не хочу ни в чем отказывать. Почему? Зачем? Понимаете, хочется надо тогда. Почему? Потому что завтра может не быть. Завтра может быть только в случае, если есть вера и надежда. А она есть. Так вот и живем. Верим, надеемся и все хорошо. Понятно. Рейки и все остальное, это интересная наука. Она вся реально работает. И работает космоэнергетика, работает рейки, работает йога, работает довлатов, и работает левашов, и работает хлебников, и три хлебов, и молитвы, и заговоры. Все это работает, но не всегда в хорошую сторону. Потому что в случае, если человек не изменяет философию, то этим он может очень себе навредить. Поэтому не изменяя философию, человеку давать науку и эзотерику нельзя. Именно поэтому она всегда была скрыта от обыкновенных людей. Понимаете? Почему? Вот не верили они в древние времена, что человек может быть хорошим. Ему говорили, будь добрее, принимай, будь добрее, принимай. Он говорил, нет, мне нравится, если я убью у соседа корову. Понимаете? Вот не верили они. То есть они были чернью, черные, и не понимали, что может быть как-то не так. Но мы же уже другие люди. Я ученица третьей ступени, практикую коды. Вот очень интересно сказал человек. Я купила за первую ступень, а ничего не получила. Это что? Обвинение. Обвинять нельзя. Но вот если бы вы начали писать, скоро я получу посвящение. То у меня бы появилась жена. Скоро я, я сегодня, скоро получу посвящение. Ура! То я бы это увидел и провел бы посвящение. А так, я купила, обвинила, отдайте деньги обратно. Это уже нехорошо. Вы понимаете? Если вы обвиняете, нас обвиняют. Понимаете? Это такая судьба. Мы не любим, нас не любят. Замените слово мы на слово нас. Понятно? Мы не любим, нас не любят. Мы вредничаем. В отношении нас вредничают. Мы обижаемся. В отношении нас обижаются. Люди, как здорово, что зависло. Теперь можно пообщаться. Скажите, меня видно? Давайте писать плюсики. Знаешь, сегодня вебинар. Но это срочно, внуку два года воспалились гладиаденоиды, назначили антибиотики, кортизон. Кортизоны зачем вообще? Два года. Какие гормоны вообще? Сумасшедшие. Эзотерически убирается так. Берете ребенка и мысленно, представляете, будто горло в середине у него красное-красное. Представляете, будто оно замерзло, как бы замерзло льдом. И вот так пальчиком обстукиваете, и представляете, будто лед отпадает. Лед начнет отпадать. Делайте так 10-15 раз, и после этого ребенок будет выздоравливать. Третья ступень – практикую коды. Это потрясающе, что я не одна, это сильнее, чем ступени. Не сильнее. Ступени проходили уже шумами, и вам хочу сказать, что все, что вы говорите на ступени, что-то болит, и что спать хочется. А у меня этого не было. Вы, наверное, еще не знаете, как шумы и теперь коды все изменили. Вы можете давать больше, мы выдержим, Андрей Андрей Бахт, за вас. Нет, я знаю, как вы не выдерживаете. Приедьте ко мне на морской курс, и я вам докажу, что вы не выдерживаете. Серьезно. Все делаю так, и все делают так. А-а-а, шипа. Поэтому то, что вы выдерживаете, это все не то. Если вы приедете на морской курс, я очень рекомендую когда-нибудь побывать на этом, вы увидите, что это такое. Это возможность напрямую общаться с энергией. Есть такие люди, которые полжизнию умеют общаться с энергией, и у них это работает хорошо. Вот я знаю, как это все включать так, чтобы человек, который не понимает, не чувствует, мог так ощущать, как будто это его рука, его нога или его мозги. То есть это вот так работает. Очень эффективно. Андрей Андреевич, мы вас очень любим и уважаем. Сделайте, пожалуйста, посвящение первой ступени, чем надо. Конечно, сейчас сделаем, все в порядке. А как быть, если мама верующая и против моего желания ставить свечи за здравие, крестит меня, когда я уезжаю от нее домой? У каждого своя правда. У каждого своя правда. Мама хочет, это ее правда. Крестит вас, молодец. Это она не крестит, это она ваджа рисует. Просто вам кажется, что она крестит вас. На самом деле у каждого своя правда хочет, пускай так будет. Молится, свечится, пусть будет все хорошо. Ничего страшного. Андрей Андреевич, можно ли будет получить посвящение, пройдя третью ступень? Третья ступень школы Кайлас – это посвящение, которое принимает человек в виде народа школы Кайлас. Это знание мантры, которое читается утром и вечером до четвертой ступени. Ну или пожизненно. Это мантра, которая поддерживает человека и которая дает человеку внутреннюю психическую энергию. Утром там рамхаум там намах, вечером там рамхаум там соха. Таким образом, если человек читает эту мантру утром и вечером, он подключается к школе и к ее руководителю из аторитической школы Кайлас Дуйко. Вот смотрите, у Дуйко все хорошо. Попа не болит, голова не болит, дети растут счастливые. Он в итальянском костюме, в итальянской рубашке, с часами дорогими и в туфлях дорогих. Естественно, у человека появляется возможность подключиться ко мне. Конечно, появляется. И у человека появляются такие же мысли, которые у меня. Ну, конечно, появляются такие же мысли, как у меня. А какие у меня мысли? Как заработать, как сделать или обогатить свою семью? Как сделать так, чтобы стать умнее? Как сделать так, чтобы сделать новый семинар? Как купить новое оборудование? Куда еще вложить деньги и так далее? То есть это мысли, чувства. Это то, что я как вершина, получается, даже не орошаю, а даю возможность или делюсь вот этими чувствами. И они возникают у всех людей, которые связаны со мной через вот эти вот подключения к школе. А не нужно вам? Живете своей жизнью? Ну, хорошо, живите своей жизнью. И так тоже возможно. Вы понимаете, а что в этом плохого, стать таким, как я? Я считаю, это неплохо. Я жене не изменяю. Я обожаю своих детей. Я очень сильно люблю, очень сильно люблю свою работу. Мне нравится работать для людей. Мне нравится создавать себя. Мне нравится работать над собой. Чувствую себя хорошо. Таким образом, дома у нас скандалов нет. Алкоголь я не употребляю особо. Постоянно один раз в месяц что-то новое придумываю. Я вообще можно назвать сейчас, наверное, академиком. Почему? Потому что школу свою я создал так, что ни одной практики и ни одной идеи ни у кого не украл. Поэтому я считаю, это для себя уже новой академической какой-то деятельностью. Потому что это новое направление философии, это новое направление где-то эзотерики. Препараты ни у кого не украл, сделал их сам, до этого изучал эту тему. Поэтому я могу сказать, что и в этой области тоже есть целый ряд ноу-хау. Можно ли сказать, что я являюсь человеком, который, как это называется, придумывает, изобретает, изобретателем. Да, я себя считаю с детства изобретателем. В детстве я писал тексты, потом я писал стихи, потом сочинял музыку, потом это переросло в какие-то знания. И постоянно происходит вот такая реализация. Я считаю, что это опыт, наверное, который, возможно, пригодится большому количеству людей. Почему? Очень приятно чувствовать себя реализованным человеком. Пусть у каждого человека появится реализация. Пусть люди подключаются ко мне через рам там хаун там на мах. И после этого в дальнейшем получают такие же идеи или такие же элементы реализации. Сейчас очень часто при оформлении интерьера применяют искусственные цветы деревья. Это плохо? Спасибо. Нет. Вылечил оголеноскоп за два дня обертыванием фольгой. Это я когда-то рассказал. До этого неделю мазала прописанными мазями, не помогал. Ура, бегаю на каблуках. О, это ж дуйко научил, вы представляете. Какие у меня есть рецепты. Огромное спасибо. Пожалуйста. А зимой курсы будут? Ребята, скорее всего, те заявленные 11 морских курсов, о которых мы говорили летом, проводиться не будут. Будут летом проводиться не более, наверное, 7 морских курсов. И, наверное, скорее всего, они начнутся с августа месяца. Будут август, 2 в августе, 2 в сентябре и, наверное, закончим, я не знаю, может быть, в июле начнем, в конце июля. То есть не будет так много морских курсов. Количество желающих, которые хотят посетить морские курсы, их много. Но есть какие-то особенности. Есть ли мантра от лени? Есть мантра от лени. Она называется мантра обретения мудрости. Это мантра о метабхе. Читайте 108 раз утром, 108 раз вечером. Лени не будет. Еще. Что убирает лень? Лень убирает, уже знаете, наверное, что? Действия. Если тебе лень, то делай. Если тебе страшно, то тогда чем убирается? Действием. Если страшно, делай. Что еще убирается? Лень и страх всегда убирается действием. Страшно кому-то подойди, подходи. Страшно что-то сделать, сделай. Глаза боятся, руки делают, говорят. Еще говорят, ноги боятся, ноги делают. У меня был такой молодой человек, который говорит, я не могу выучить английский язык. Я говорю, почему? Открываю, и мне страшно. Я говорю, почему? Это же надо все запомнить, я аж потею. Та-да. Я говорю, ну теперь тебе придется выучить это все. После этого начал изучать он английский язык. Он говорит, не получается у меня. Я ему говорю, если ты выучишь английский язык на протяжении одного года, то у тебя появится такая специальность, которая изменит твою жизнь. А у тебя есть дети? Он говорит, есть дети. Ну вот каждый раз, когда ты садишься, если любишь своих детей, говори, я выучу сегодня это ради своих детей. После этого он ко мне приходит и говорит, я уже хорошо разговариваю, у меня все получается, говорит. Вы представляете? А он работал таксистом. И работал просто по городу. И вы представляете, один раз провел человека, который ехал из Борисполя на Крещатик. Этот человек иностранец, ехал с другим иностранцем. И он начал, сидя за рулем, разговаривать с этим иностранцем на английском языке. А иностранец говорит, а как ты работаешь таксистом и так хорошо разговариваешь на английском языке? Он говорит, я вообще все в городе Киеве знаю. Он говорит, хорошо, я в Киев приезжаю каждую неделю и мне нужен водитель. Проработал один год водителем в этой иностранной компании. И его поставили региональным представителем этой иностранной компании в Украине. Сейчас раньше ездил на Лачете, теперь ездит на Мерседесе и МЛ-300. О, вы представляете? А что это позволяет? Почему это с ним произошло? Потому что у него был страх. А это первые признаки, что именно это вам и нужно сделать. Вы представляете? Найдите свой страх, преодолейте его и 100% жизнь изменится так, что вы за себя будете гордиться. Это чудо какое-то. Вот эти страхи, это то, что вам мешает. Страх заставляет человека проживать той жизнью, которой вы жили до этого. Род заставляет вас появляться в этом роду. Только род вас держит, карма вас держит в этом роду. Потому что и она держит вас страхом. Преодолейте страх, преодолейте карму свою. Неудобно спросить, просто подобная тема промелькнула. Моя мама умерла зимой, а летом у нас появилась кошка в семье. И она все время, пока жила у нас, смотрела на меня маминых глазами. Даже ругать не смогла. Она осуждающе смотрела, лечила нас. Возможно ли это? То, что кошки лечат, преувеличено. На самом деле люди считают, что кошки их лечат, это не так. Нет ни одного доказательства того, чтобы кошка вылечила на 100% от определенного заболевания. Это додумки людей. Но то, что кошка может заразить апистархозом, а также какими-то заболеваниями, от которых человек может умереть в дальнейшем от онкологии, вот это доказано. Тогда скажите, вас полечила, там потопала по вам кошечка в надежде умаститься. Это лучше, чем ваша семья, где каждый в вашей семье в дальнейшем будет болеть какими-то там невероятными апистархозами, лямблиозами печени в закрытой форме до конца своих лет и не доживет 10 лет жизни, допустим. Или будет жить, у него появится на фоне оскоридоза в 50-летнем, 40-летнем возрасте появляется непонятной формы гипертонические заболевания сердца, непонятной формы камня желчного пузыря. И вообще никто не проведет аналогию, что это было связано с глистами и так далее. А оно вам надо? Кошка попу себе вырезала, после этого шкурку. Вы после этого вот так вот погладили ее и после этого еду поели. Не, ну конечно же, это хорошо, о чем? Не всем же жить долго, правильно? Кто-то же должен короче жить. И так мира мало, знаете, на всех воздуха не хватает. А так надо каждому подарить по кошке. У меня сын познакомился в поезде с американцем. Учите язык за то, что потом сказал папе спасибо, что заставлял учить. Ой, красиво написали. Как я разговариваю прямо. Очень часто снится церковь. Посадят. А недавно приснилось, что писала бумажки за усопших. К чему? Посадят. Если церковь снится, то посадят. 100% проверено. Закрывайте долги. Не влезайте никуда. Церковь снится, посадят. Или церковь снится. 100% будут какие-то проблемы тяжелейшие с законом. Будут забирать, отбирать, отжимать и еще что делать. Понятно? Церковь плохо, когда снится. Купола, церковь. А вот если снится, что вас хоронят, к долгой жизни. Если батюшку во сне видят, обманут. Если видят еврея, наоборот, отдадут. Если видят еврея раввина, болеть будете долго. Волосы обстригать у себя, болеть будете тяжелым заболеванием. Волосы накладные снимать, с долгами расстанетесь. Что он там еще скажет? Когда-нибудь свою издам книжку, которая будет называться «Соник дуйко». Андрей Андреев, скажите, пожалуйста, когда будет рассылка оплаченных кодов? Вам нужно связаться с Евгением Дуйко. Мы проверим, оплатили ли вы код или нет, и отправим. Я всегда очень обижаюсь головой, понимая, что не надо. Но в области сердца такой момент сильная боль, как себя перебороть. Для того, чтобы не обижаться, нужно взращивать у себя возможность быть добрым человеком. Надо быть добрым. Надо быть добрым. Понимаете? Добрым надо быть. Андрей Андреевич, ученица, скажите, пожалуйста, как быть, если всю свою жизнь видишь каждый день сны? Можно ли стричь своего жениха? Да можно, да. Можно стричь своего жениха. А ногти обстригать лучше в четверг. Вы знаете, что если в четверг обстричь ногти, то это к деньгам. А все остальные дни не к деньгам. Если вы хотите стричь волосы, то тоже стричь в четверг. Будут быстрее расти. А если делать эпиляцию, то делайте ее в воскресенье или в понедельник. Тогда будут расти медленнее. Понятно. А если в четверг эпиляцию делать, тогда быстрее вырастут. Андрей Андреевич, во сне вы передали золотой ключ. Что это может значить? Теперь вы должны мне его отдать. Золотой ключ – это знание. Это, скорее всего, ключ, который откроет знание или ключ, который сделает какое-то открытие в вашей жизни. Андрей Андреевич, когда цыгане просят копеечку, что нужно делать? Когда цыгане просят у вас копеечку, говорите «я сама побираюсь». Дай копеечку, сама побираюсь. Добрый вечер, Андрей Андреевич. А плохие яйца, когда снятся? Спасибо, ученица второй ступени. Плохие яйца снятся, если яйца снятся в земле и снятся синие или тухлые, вы чувствуете этот запах. Это где лежу имущество. Если два яйца, синих и плохих, то это, скорее всего, с мужем. Если битые яйца, то побьете горшки и после этого разделите имущество. К разводу снятся яйца. Почему? Яйцо – это символ семейного очага. Если яйца грязные, то что-то в семье гниет. Гниют отношения между вами. Есть автомобиль, есть права, есть желание сесть за руль, но очень боюсь, что делать. Отлично, садитесь и едьте. Это такая особенность. Я видел когда-то, как медведи ездят на мотоцикле, а коровы ездят на велосипеде. А также обезьяны ездят и рулят в цирке, ездили на Жигули. Если обезьяна и медведь умудряются ездить, то это дано любому. Поэтому можете смело садиться и ехать. То, что очень сложно ездить, это чрезвычайно преувеличено. На самом деле это так же просто, как играть на PlayStation или играть на какой-то приставке. Это то же самое. Вообще не бойтесь ничего. Никогда не бойтесь выезжать на дорогу. Почему? Все водят точно так же, как и вы. Одним словом, никто ездить все равно не умеет. Когда вы едете и вам кажется, что вы боитесь, знайте, что те, кто едет рядом, вас тоже боятся. Все в порядке. При этом, чем безумнее водитель. Есть правило, которое позволяет никогда не попадать в аварию. Это правило называется правило 3D. Знаете, да? Дай дорогу дураку называется. Поэтому, если кто-то пикает, обгоняет и куда-то торопится, дайте дорогу. Пускай едет. Счастливый путь. Андрей Андреевич, есть автомобиль. Отлично. Приснилось, как пишите на автомобиле за рулем слепой и едете. Подскажите, есть ли способ избавиться от папиллом? Какой он конкретно? Конкретно он заключается в том, что человек принимает препарат, который называется железняк. У нас есть этот препарат в виде чая и в виде таблеток. Заказывайте железняк и пьете. Радуй жизни каждый день. Чувствую шибричную 7-дневную пуджу. Держу аскизу по субботам 27 раз. Заказала в Индии ягью. Получится ли у меня продать скоро дом? Да. За это очень близко похоже на ваш ответ. Ну все, ребята, давайте мы уже, сейчас у нас уже 8 часов проведем посвящение в первую ступень. Завтра день учителя, вы представляете. Поэтому вы можете, поэтому в честь дня учителя, учитель хочет сделать всем подарок. Всем присутствующим на этом данном семинаре мы дадим один шум бесплатно, который называется обретение мудрости. А у тебя есть, значит тебе не дадим. Обретение мудрости. Сейчас Евгений синтезирует. Или так нельзя? Мы откроем этот шум, и он будет у нас открыт до конца года. И каждый, кто захочет, то есть у нас есть шумы, и мы просто откроем один шум, который называется обретение мудрости, который у нас находится в яснознании. На второй странице. На второй странице в ясновидении, да? В ясновидении. Да, у нас есть шумы ясновидения, и там на второй странице есть шум обретения мудрости. Что он дает? Это полная мантра Амитабхи, которую я вам сегодня прочитал. Что она дает? Если в течение года слушать шум мудрости, то у вас появится и любимый человек, и любимая работа, и вы полностью реализуете себя в жизни. И он действительно очень уникальный. Это полная мантра Амитабхи, ее читать невозможно, она вот такая большая. Я могу вам сказать, что после чтения мантры Амитабхи 108 раз на протяжении одного года, через год я всегда открывал новое предприятие, которое было лучше, чем предыдущее старое. Вот на 100% проверено было. Ура, спасибо. Подскажите, пожалуйста, очищать четки надо перед каждым начитыванием мантр. Нет, не надо. Ну что, большое вам спасибо. Это вам в день учителя. Я дарю вот такой подарок, а также всем тем людям, которые развивают эзотерическое направление школы Кайлас. Ура. Поэтому заходите. Ура, благодарю, ура, спасибо, ура. Мне экстрасенс предсказал тяжелую судьбу, сказал, что уходит кто-то там из личной жизни. Когда-то Лермонтов сказал, мы строим свою судьбу, ее не построит нам ни царь, ни бог и ни герой. Мы добьемся освобождения своей собственной рукой. Вот. Еле-еле-еле. Естественно, я могу вам сказать, что он был абсолютно прав. Точно так же, как сам себя человек может заколотить и замочить, точно так же человек может себя возродить и восстановить. Все в наших руках. Но просто все в наших руках – это правда. Просто все это знают, но не знают, что такое рычаги. Понимаете? Да, все в ваших руках. Но как это сделать – неизвестно. Слушаешь кого-либо, там, Пейчева, слушаешь, там, Бибина, слушаешь, там, каких-то этих мужчин лысых и волосатых. И каждый из Ракова, и каждый из этих людей постоянно говорит слова. Все в ваших руках, все в ваших руках. Механизмы. Где механизмы? Алло. Все в руках. Где механизмы, которые позволяют сделать так, чтобы было в руках? Да я это и сам знаю, что в руках. И в Библии написано. Иисус Христос говорил. Почему все в наших руках? Хорошо, все в наших руках, но почему тогда не дает никто ключ? Как этот ключ повернуть? Где эти механизмы, которые сделают так, чтобы я… Вот, они бы не рабы, и все произошло. Чик-пырык-пук, и все, и все произошло. А я даю эти механизмы, я прям ключи даю. Я дал коды, которые изменяют 300 кодов изменения жизни. Пыхай, чухай, и все в жизни будет, понимаете? Теперь еще использую эту философию. Не обвиняй, испытывай состояние удовольствия, никого не воспитывай, будь добрым человеком. Ну все, читай эти коды, и это и есть вот эти ключи ваших знаний. Хотите персональный какой-то код там, я хочу там стать очень богатым человеком, откройте, там есть такой семинар, который называется «Программирование 2015 года», «Программирование 2016 года». Я там даю практику изготовления волшебного слова, или это в первой ступени давал, слушай. В первой ступени. Да, и программирование. Сделайте себе такое волшебное слово или волшебное предложение, и читайте. 100% у всех исполнилось. Сегодня приезжал мужчина, у которого была мечта зарабатывать месяц тысячу долларов. Сегодня приехал и говорит, сейчас у меня мечта зарабатывать месяц 30 тысяч долларов. Почему? То уже давно в прошлом. Почему? Потому что раньше было нереально зарабатывать тысячу, теперь нереально уже зарабатывать 30, а потому что уже реально зарабатывать 20. Понимаете? А это было всего лишь год назад. И вот он сейчас приехал ко мне и говорит, раньше я зарабатывал тысячу, а он ко мне приехал и говорит, у меня большая мечта, я хочу выпустить сказки и зарабатывать тысячу долларов в месяц. У меня нет работы, все очень плохо. Я говорю, ну, вот тебе методы, делай. Одна женщина написала слова, она мне написала, Андрей Андреевич, я думал, что учитель это тот человек, кто вместо меня изменит мою судьбу. Тут вопрос, как? Вот я лично этого не понимаю. То есть, если бы можно было бы это сделать, то я бы это сделал. Как? Я бы сделал операцию, достал бы ее мозги и вставил бы туда свои. И после этого жизнь бы изменилась 100%. Но этого же невозможно сделать, правильно? Помните, я говорил, что на гормоны легко действовать и на чувства, а на мозги сложно. А мозги это высший пилотаж, вот на них попробуй повоздействуй. И с ними сложнее всего. Они сволочи, все время не хотят делать так, как мы хотим. То есть, мы обязательно должны обижаться, обязательно вспоминать прошлое и обязательно кого-то в чем-то обвинять. И вот как с этим справиться, непонятно. Но возможно. Ну, на этом давайте уже буду зажигать палочку и проводить посвящение. Итак, сначала я проведу посвящение тех, кто прошел вторую ступень, а после этого посвящение для первой ступени. Ставите ручку вот так, левую ручку вот так перед собой, указательный палец вот так перед собой. Левую руку ставите перед собой в виде кулака и правый палец ставите вот так. Представляете, будто правый палец у вас, это палец, на котором светится ароматическая палочка. Как будто это палочка или огненный штырь. И громко, глядя на меня, произносите «Клянусь прожить без страха и боли». И говорите «Клянусь прожить без страха и боли». Дуйте на палец и делайте вот так. К руке говорите «Псс». «Пссс». Еще раз. «Пссс». И еще раз. «Пссс». И «Пссс». Делаем вдох. «Пссс». И делаем выдох. «Пссс». Теперь вы каждый раз, когда вам будет страшно, надавливаете на точку, которая находится у вас между первым и вторым указательным пальцем. И у вас это место будет отключать у вас возможность испытывать страхи. Думаете, на вас кто-то влияет? Надавите. Думаете, что кто-то там проводит какое-то магическое влияние? Надавите. Думаете, что что-то с вами кто-то делает? Надавите. Боитесь? Надавите, и у вас этого не будет. Чего? Перестанете бояться, начнете жить своей судьбой. Для тех, кто прошел первую ступень, ставим палец указательный перед собой. А, делайте, не страшно. Можно сто раз делать. У нас есть Галина Бреднева, она написала, что она прошла 14 раз посвящение в первую ступень. Или 12. Секунду. И ставим указательный палец, делаем вдох. Дотрагиваемся к колбу, делаем выдох. Убираем палец, закрываем глаза. Левый глаз смотрит в левую сторону, правый глаз смотрит в правую сторону. Делаем вдох. Делаем выдох. Смотрим. Вперед смотрит ваше сознание. Закрытыми глазами. Ставим палец еще раз. Делаем вдох. Дотрагиваемся к колбу. Делаем выдох. Теперь палец убирайте и закрывайте глаза. Закрывайте глаза. Левый глаз смотрит в левую сторону, правый в правую. Вы расслаблены. А вперед смотрит ваше сознание. Не торопитесь. Скажите, есть ли ощущение, как будто ваши глаза смотрят, не глаза, а сознание смотрит, и там есть объем? Есть объем. Если не получается, чтобы там был объем, сделайте так, чтобы у вас там, где веки, мысленно расширились глаза. Что с какой? Есть ощущение, будто вы смотрите в объем? Да. Делайте вдох и выдох. Открывайте глаза. Ставьте палец еще раз перед собой. Когда вы дотрагиваетесь к колбу, то глаза закрывать не нужно. И делаем вдох. Дотрагиваемся к колбу, глаза не закрываем. И делаем выдох. Палец убирайте, закрывайте глаза. Ваш путь. Белый свет. Вера, надежда и любовь. И делаем вдох. И делаем выдох. Открывайте глаза. Что мы сделали во время посвящения первой ступени? Мы увеличиваем объем нашего сознания, и это сознание убирает из себя концепции. Эти концепции мешают нам доверять информации, которую мы получаем, и делают человека более счастливым и умным. Пусть будет. Итак, я поздравляю всех с первым посвящением и вторым посвящением. Я желаю всем провести великолепные выходные. Я приглашаю всех заниматься эзотерикой. В случае, если у вас жизнь... Что такое эзотерика? Это эзотерика наука, которая позволяет... Это наука людей, которые приходят в нее от безысходности. Люди, у которых нет возможности быть богатыми, у которых нет возможности быть счастливыми и здоровыми, и им ничего не помогает, имеют последнюю надежду и приходят в эзотерику. И эзотерика должна их либо окончательно уничтожить, либо возродить, как птицу феникс из пепла. Так вот, я хочу вам сказать, что данная эзотерика или эзотерика от Дуйко или от школы Кайлас – это эзотерика, которая возрождает человека. Это эзотерика, которая должна идти не через эмоции, не через гормоны, она должна идти через осознанность и сознание. Конечно же, существует сейчас ряд путей. И эти пути тоже правильные, потому что у каждого своя правда. Эти пути могут быть целиком связанными с гормонами. Ой, извините. Алло, алло. Ой, занят у меня сейчас вебинар. Конечно же, это может идти через гормоны. Именно поэтому я часто вижу семинары тантры, где люди занимаются, объясняют, что это духовный рост, при этом принципиально начинают друг с другом спать, возбуждать каким-то образом, заниматься непонятно или понятно чем. Все это хорошо, так Бог людей создал, у них должны рождаться дети, все это заслуживает внимания, это тоже своя правда. Возможно, они нарожают много детей, после этого эти дети начнут становиться высокодуховными существами, пусть такое существует. Это тоже духовный путь через вот такую эзотерику. Чувственный путь – это когда человеку ничего не указывают, но заставляют все время что-то чувствовать. Чувствуй, какое счастье, чувствуй, какая радость, чувствуй еще вот так. Это чувственный путь. Он тоже, скорее всего, может иметь значение для человека, может создать у человека ощущение новых чувств, расширить вот это чувственное состояние. Но, скорее всего, есть и элементы третьего пути. Элементы третьего пути – это философия, элементы третьего пути – это знания, которые позволяют человеку иметь объяснение на все ключевые аспекты жизни. А также, что самое важное, иметь еще и рычаги, инструменты, которые позволят очень эффективно изменить себя, свою судьбу, за счет того, что человек понимает, что такое энергия. Таким образом, я рекомендую заниматься нашей школой, развивать у себя возможность быть человеком, который движется на пути самопознания, энергетического и духовного роста. До свидания. С вами был Андрей Дуйко, школа КЭЛАС. Ура!